А падение на Трампа 13 июля непременно повлияет на американские выборы, но в истории США это не первое покушение на президента или кандидата в президенты. Всего за 250-летнюю историю Соединенных Штатов были убиты четыре главы государства. Первым главой Соединенных Штатов, чья жизнь подверглась смертельной опасности, стал седьмой президент Эндрю Джексон. 30 января 1835 года в Капитолии маляр Ричард Лоуренс подошел к Джексону и дважды попытался произвести выстрел из пистолета, но тот дал осечку. Знаковым для американской истории убийством стала гибель Авраама Линкольна в 1865 году. 20-го президента США Джеймса Гарфилда застрелили в Вашингтоне в 1881. В 25-го президента Уильяма МакКинли 6 сентября 1901 года на панамериканской выставке в Буффало выстрелил американский анархист Леон Франк Чолгаш. Джона Кеннеди убили в Далласе 22 ноября 1963 года. Стрелял в него Ли Харви Освальд, которого самого убили через несколько дней. Это одно из самых известных убийств мировых политиков. В сентябре 1975 были совершены две попытки покушения на 38-го президента штатов Джеральда Форда. 5 сентября в него стреляла Линнет Фром, член террористической банды Чарльза Мэнсона. Пистолет был заряжен, но произошла осечка. А 21 сентября, когда президент Форд вышел из отеля в Лос-Анджелесе, в него стреляла активистка левого движения Сара Джейн Мур. Пуля пролетела в метре от президента. 30 марта 1981 в Вашингтоне 25-летний Джон Хинкли стрелял в 40-го главу Белого дома Рональда Рейгана, вышедшего после выступления на съезде профсоюза строителей из вашингтонского отеля Хилтон. Пуля, пробив грудную клетку, прошла в полутора сантиметрах от сердца президента и застряла в легком. За всю историю независимой Америки ни на одного президента не было совершено столько покушений, сколько на 42-го главу государства Билла Клинтона. Четыре посягательства на жизнь президента произошли только в течение восьми месяцев – с 12 сентября 1993 по 23 мая 1994. По некоторым данным, на жизнь Клинтона покушались около 30 раз. По подозрению, в покушении были задержаны более 80 человек. Большинство из них – психически больные.